Конечно, не могу не спросить тебя про забитого Магомеда Шарипова. Ты как его тренер, человек ему близкий. Можешь как-то немножко раскрыть сейчас завесу того, что вокруг него происходит? Вернется он, не вернется? Прямо сейчас я нахожусь на высоте 3200 метров на горе Чимбулак. Кто-то и называет Шимбулак. Не знаю точно, как правильно. Мы прилетели в Казахстан на турнир Хабиба Нурмагомедова, DIGAL FC37. Спасибо огромное за это. Горилла Энерджи. Ребята очень сильно помогают нам, очень сильно помогают боевому спорту. Огромный им респект. И Горилла Энерджи – отличная энергетика. Рядом со мной стоит легендарный уже тренер Мансур Учукаев. Мансур, поздравляю с победой. И расскажи, различаются ли эмоции, когда, по сути, молодой боец дебютирует в ММА, и когда дерутся уже такие волки в их единоборствах, как Магомед Магомедов, там, Эльзабит Магомед Шарипов? Да, есть отличия, конечно. Когда дебютант дерется, больше волнуешься. Это больше ответственности. А когда эти уже опытные бойцы дерутся, особо волны не бывает. Это как бы приученное дело для нас. А для дебютантов, конечно, переживаешь всегда. Потому что очень многое зависит от дебюта, как он подерется, как пройдет этот психологический барьер. Даже все равно большая нагрузка, требуемая ответственность. И они, само собой, более такие, ну, их настроить и правильно, как бы, направить тяжелее бывает. В этот раз я сидел в углу и снимал немножко, как вы секундируете Шамиля. И в основном Магомед кричал свои советы. Я думал, что наоборот будешь ты, а ты больше советовал Магомеду, что говорить. А уже кричал он, вы сразу выбрали такую, ну, по сути, тактику, да, что он голос Магомеда лучше воспринимает. Я вообще, изначально у меня такая, как бы, программа, я много не подсказываю. Я даю бойцу, чтобы он сам работал и сам решил, что делать. Только в экстренных ситуациях я могу там подключиться, там, ну, кричать, подсказывать. А так я тигру говорил, так как у них язык другой, ну, у них язык не русский, они могут подсказывать на своем языке. В некоторый момент я ему говорил, что он подсказывал на своем языке. И я, ну, иногда тигра я останавливал, наоборот. Вот, не сколько я ему говорил, что говорит, а я ему говорил, оставь, пусть сам работает. Потому что, когда этот секундат чересчур много эмоционально подсказывает, то боец может там чуть панику поймать. Еще, что меня очень удивило, то, что забит Магомед Шерипов, он не был в угловых, но сидел от вас в одном ряду. И он тоже подсказывал маге сначала, и потом мага подсказывал брату. Почему не взяли его третьим, или просто был регламент, что два человека только? У них регламент два человека. Да, мы когда хотели травим уйти, нам сказали, что только два человека могут сюрпандировать. Что по поводу Магомеда Магомедова, ему дают сейчас бой пресендентский, по сути, с четвертым номером в рейтинге Беллатр. Ты с ним вместе поедешь в Штаты, будешь его подводить там? Если я, я скорее всего не поеду, потому что у меня вот это месяц виза закончилась. Сейчас вот, как вы знаете, визу делать, это проблема большая. Если я успею визу сделать, я, конечно, обязательно поеду. Так у меня виза закончилась, скорее всего, я не смогу туда попасть. Скорее всего. А когда ты не можешь попасть на бой учеников, как все это происходит? Все-таки по российскому времени они дерутся ночью. Ты в прямом эфире будешь смотреть или, наоборот, проснешься и уже посмотришь результат? Обычно я всегда смотрю полтора. Скорее всего, полтора буду смотреть. Потому что волнуешься? Нет волны. Я в Тигре не сомневаюсь. Я уверен, что он должен стать там чемпионом. У него сейчас хорошая форма. Он такой хорошей формы никогда в жизни, наверное, не был. У него пик сейчас, пик. Он должен еще там чемпионом стать. Поэтому нет волнения и сомнений. А как ты думаешь, почему вообще так получилось, что он сейчас набрал пиковую форму? Он-то всегда был хорошим. Но у него определенное время в его жизни были проблемы со здоровьем. Там такой период был несколько лет. Вот тогда он и Петру проиграл. После этого тоже у него проблемы были. С психологического характера и здоровьем тоже были проблемы. А сейчас у него сейчас на пике. И в психологическом плане, и в физическом плане у него сейчас такой пик. Он должен, я думаю, что он в течение нескольких лет должен тоже стать такой большой звездой мирового ММА. Я, конечно, не могу не спросить тебя про забита Магомед Шарипова. Ты, как его тренер, человек ему близкий. Можешь как-то немножко раскрыть сейчас завесу того, что вокруг него происходит? Вернется он, не вернется? Вчера Хабибу Нурмагомедову задали вопрос про забита. И он как-то очень туманно ответил. Не знаю, слышал ты или нет. Он сказал не про забита, а просто про то, что если человеку драться не хочется, то ему нет смысла выходить в клетку. Вы знаете, у нас сейчас такой период, когда мы, ну как в Ютубе, видео мы поставили на паузу. Поэтому по этому поводу мы пока не будем никаких компьютерей делать. Время покажет. Надежда есть? Надежда, да. Надежда-то всегда есть. Надежда всегда есть. Посмотрим сейчас. Кое-какие медицинские процедуры мы здесь тоже проведем. Посмотрим. Мансур, спасибо тебе огромное за интервью, за работу. Друзья, подписан на инстаграм Мансур Учкаев, он появится внизу экрана. Подписан на инстаграм Вестник ММА, мы не спрашиваем про планобой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш Ютуб канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.